Алексей Тимофеевич Гребенщиков и Алла Дементьевна Лесных встретились в Польше в 1944 году. У них у обоих за плечами уже были четыре года войны. Анна была связисткой. Капитан Алексей Гребенщиков командовал ротой автоматчиков и шутил, что благодаря этому отстоял свою любимую жену. Познакомились при очень романтических обстоятельствах, при тяжелых, во время войны в Польше в 1944 году. Потом во время войны раскидала, потом нашлись в Австрии. И совершенно случайно отец послал роту автоматчиков ее найти. Она уже сидела, готовилась к отправке в Союз. Он ее снял без документов и забрал ее к себе. Вот с этого момента началась их совместная жизнь. Это было в 1945 году. Алла Гребенщикова родилась в 1946 году в Австрии, где Алексей Тимофеевич еще пять лет после войны служил комендантом в небольшом городке Сан-Валентина. Так что свидетельство о рождении Алла получила в Вене и хранит его вместе со старыми военными фотородителей как реликвию. А все военные награды передала своей дочери Ларисе, кстати, военному врачу. Так счастливо пошутила судьба, что Аллу Алексеевну Гребенщикову с детства и до сих пор продолжают окружать родные ей люди все как один военные. Наша семья военных. Мой дед, участник, он воевал в царской армии и заработал Георгиевский крест. Мой отец служил, и будем так говорить, кадровый военный, потому что он закончил военное училище в 1940 году. Все пять лет провел на фронте. Мой муж, ну он не кадровый военный, но он пять лет, в четыре с половиной года прослужил моряком-подводником на Северном флоте. Моя дочь закончила военно-медицинскую академию. Алексей Тимофеевич Гребенщиков получил направление в танковую часть Анапы после службы в Австрии и Албании. От тяжелых ранений, полученных во время войны, ветераны родителей Аллы Алексеевны рано ушли из жизни. Но дело дедов продолжает их внук Илья. Мой внук продолжает традицию. Мой внук учится в офицерском военном училище.